Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим Pillars of Eternity. Игра сделанная компанией Obsidian. Собственно, подарок, большой подарок, я хочу это подчеркнуть. Всем фанатам Aldous Gate, всем фанатам серии D&D. И, собственно, легкий уровень сложности, без вот этих всяких примочек, типа экспертного режима и игры с одним сохранением. Все. Обычная игра для размягшего человека. Obsidian Entertainment Presents. Вышла она в... господи... Марте, марте 15-го. И я ее увидел на канале у Артема, потому что вспомнил, что я когда-то, когда-то, полгода назад где-то смотрел бетку на нее. Она была довольно кривая и странная. Но суть была ее в том, что нам давали сразу же отряд, там было пара квестов, которые, собственно, можно было выполнить. Нас по дому из них направляли в лес разобраться с троллем, который угнал свиней. И, собственно, я помню, приходил туда, заходил, переходил просто на следующую локацию, и мне благополучно отвесили пиздюлей первые же пауки. Полному, укомплектованному отряду, поэтому... Five wagons гroped blindly for the path on a starless night, their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern, his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. И, собственно, продолжают таким путем свой путь. Это, тем не менее, создание персонажа уже. Напоминает, недавно... Ну, как недавно? Уже, наверное, год прошел. Divinity Original Sin, смотрю, аватаров завезли. Гномы... Это ничего нового. Эльфы... Да, конечно, как всегда. Орланы... О, господи. Это что за дерьмо? А, нет, подождите. Что-то я вот это, знаете... Это... Это странное существо, да? Ладно, не будем... А вот это что за херня, а? Благоподобная ловкость, интеллект. Это что за дерьмо такая? Господи, блядь, Иисусе. Ладно, не будем заострять на этом внимание. Идем дальше. Люди Слугов, Люди Скиана, Люди Саванны. Люди Слугов... В принципе, бонусов у них никаких нету. Блин, огромное множество классов. Варвар, Сайфер. Этакий... Маг, который на контроль. И воин, гибрид. Боец, обычный воин. Паладин. Чистый танк. Рейнджер, лучник. Волшебник, ну ясно, понятно. Певчий. Гибрид берсерка и мага. Друид. Этакий воплотитель. Монг. Пардон, монах. Это... Ну, собственно, человек, который дерется чисто руками. Священник. Это, походу, хил. Авантюрист. Это рога. Выбираем варвара. Недолго думаем. Собственно, первой обилкой мы ему выбираем безумие. Потому что я смотрю, тут сила, телосложение, скорость атаки. А эта херня вообще чуть-чуть испуг. И что вообще? Ну, собственно, выбираем безумие, да? Распределяем характеристики. Черт его знает. Давай пятнашка. Телосложение только же оставляем. Интеллект на пятнашку, чтобы уже не трогать. И... Ну, в инту давайте, что будет. А, нормально. Вот это наши первостепенные характеристики. Но здоровье мне не особо, но да. Ловкость второстепенная, интеллект второстепенная. Первая наша обилка это безумие. И пассивная способность атаки варвара становится настолько мощными, что, короче, он может дамажить по площади. Так, дальше. Выбираем. Это у нас что? Это у нас происхождение, да? Так, я смотрю, тут есть товарищ с Моргенштерном, который дает нам интеллект. Но при том, что я взял инту на 16, возьмем, наверное, еще силы, чтобы 17 было. Сейчас, давайте что-то... А, это, собственно, все, 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 все. Просто оно сразу добавляется. А я думал, что у меня и сила, и интеллект по 16. Да, вот так вот будет. Далее. Холонист, бродяга, бродяга, охотник, наемник, атлетика, знания, вот это мое. Собственно, вы живете в бою, клинок ваш верный спутник, все проблемы вы решаете силой оружия. Это по мне. Мне, конечно, еще бородяга подходит, но не хочу, не буду. И вообще. Мы же персонажа тут создаем, а не собственного протагониста. Так. Волосы. Волосы сделаем тебе каштанового цвета. Вот так вот потемнее, да? Нет, бороды у тебя не будет, ты хоть и варвар, но бороды у тебя не будет. Вот как-то так, да? Волосы. Хм, забавно. Это киев, вот этот вот Рагнар Лодбраг. Да, пожалуй, оставим. Что-то такое нордское. Нет, мне подходит. Так. Теперь осталось что-то такое подобрать. Ага, тут пошли уже эти хери страшные. Так давайте вот оставим чувака в капюшоне, я такие, странник, трава. Еще stranger, незнакомец. Ну, нормально, что-то там, подойдем. А голос я могу прослушать. Судя по всему, нет. Давайте возьмем мрачный. Мужчина мрачный. Повядок. Имя, имя тебе Марс. Так, готов. Почти 10 минут я потратил на создание персонажа. И это при том, что, ну, собственно, я очень-очень быстро все пролистал, потому что я уже создавал персонажа перед этим. Так, караванщик заканчивает обращение к отряду, его густые рыжие усы, обвислые щеки дрожат, и обвислые щеки дрожат, как будто, подчеркивая важность слов. Не отходить от повозок, ясно, в лес не ходить, и звери вас подери, если вы сунетесь в те руины. Он кивает в сторону черной громады выше по склону. Так. Здесь повсюду эти лесные тварюги, которые с удовольствием воткнут топор в каждого, кто влезет на их территорию. Так что постарайтесь не испачкать их драгоценные скалы. Сегодня мы заночуем здесь, а завтра расчистим путь до позолоченной долины. Меньше суток пути, все ясно. Магнестый караванщик поворачивается к вам, нахмурившись, разглядывает. Укус гнилюка, гниловика, должно быть. Тут водятся жуки, которые разносят эту заразу. Скоро тебе уже полегчать должно. Если ты, конечно, будешь пить побольше воды, иначе и суток не протянешь. Короче, какая-то отрава. В этих краях растут маленькие розовые ягоды. Местные зовут их весенними ягодами. Или веснушками. С ноготь размером. Если есть их не стоит, живот замучает. Но часть из них получается преотличный. Успокаивает желудок. Ночь продержишься. Посмотри, может найдешь их здесь. А пока попробуй достать... А, а я пока попробую достать для тебя свежую воду. Простите, спешу. Начальник каравана Адем. Адема поворачивается к своему помощнику. Долговязому веселому парню по имени Спарфил. Тот держит в руках старый выцвевший лук. Я знаю, что ты хочешь поохотиться, пока еще не стемнело. Но сначала принеси воды. У нас здесь больные. Он указывает на вас. Спарфил кивает и вешает свой старенький лук на плечо. Где мне найти эти ягоды? Да они на кустах растут. Тут их полно. Занятные на вид. Увидишь, сразу узнаешь. Тебе даже в лес не придется заходить. Потом поговорим. Это все вообще не для нас. Собственно, стой. Один не ходи. Я знаю, что ты не кисейная барышня, как большинство этих. Но если ты окочуришься, посылать людей на поиски твоего трупа мне не улыбается. Он обводит взглядом лагерь и останавливает его на крепкой женщине, одетой в доспехе, которая, сколько бы вы ни наблюдали, ночью всегда спала на голой земле без покрывалой подушки. Бык-баба. Калиска. Калиска. Женщина неторопливо подводит взгляд. Ему тут веснушки надо поискать. Погляди, чтобы не помер. Не могу ничего обещать. Что за проводник будет такое говорить? Тот, у которого... Тот, которого ты смог себе позволить. Адема посмехается и качает головой. Переводит взгляд на вас. Не слушай ее, ты в хороших руках. Он бросает на нее косой взгляд. И плачу я неплохо, кстати. Хорошо. Так. Ухмылка... Так, простите. Так. Ухмылка. Адем исчезает в пышных усах. И он снова строг. Давай ноги в руки. Возьми... Возьми у Хиодана, что тебе нужно. Без оружия тут бродить не стоит. Собери ягоды и сразу назад. А если почуешь хоть легкий ветерок, бросаешь все и бегом сюда. Налетит бивак. Бивак, наверное. Спрячется в тех руинах, да проклядут боги этих лесных тварей. Хорошо. Собственно... Первый квест. Вот так вот выглядит инвентарь. Ой, собственно, инвентарь. Сама игра. Так. Что ж, пойдем в лес. Вот это, собственно, тот торговец. Мы можем с ним поговорить. Ну, я что-то не... А хотя, наверное, чего бы нет. Давай поговорим. Хиодан. Вы видите мужчину в простой опрятной одежде. Он разрядывает свежую дыру в своей тунике. Он качает головой и смеется, заметив вас. У меня целая повозка отличных товаров. Вот дорожная одежда не припас. А вот дорожная одежда не припас. Он потирает щеку костяшками пальцев. Она покрыта неровной щетиной. Как будто он еще не привык бриться в пути. Кто ты? Я купец родом из Айдирской империи. Но пытаюсь открыть лавку в новом месте. Он смотрит на повозку и грустно улыбается. Качевая жизнь оказалась непростой. И думаю, ты заметил, какие эти местные вспыльчивые. Но мы здесь, чтобы чего-нибудь добиться. Правда ведь? Ну и настойчивость, странно Что-то еще на плаву Бодим злым Он скрывает руки Он складывает руки на груди И окидывает взглядом по воску Ну, значит, вот такой я хороший плавец Понятно Короче, нормальный парень, судя по всему Так, я лучше пойду, знаешь ли Пойдем, пойдем Не будем терять времени, да? Ты кто такой? А, точно, ты же с этот самый Да принесу я тебе твою воду, ручей никуда не денется Хорошо, хорошо, не кипятись Не кипишуй, парнишка Опа Опа Так Бой начинается А ты опрокинь эту херню, да? Это же ведь так работает А че он стопится на каждой? А, это просто обучение, нет? Тише, 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 тише Хорошо Это было Это было не сложно, дорогие друзья Это волк Это щенок Ахаха, прекрати Так, вот они, да? Вот, собственно, и веснушки Вот они А, наемник Я ведь толком не умею Поэтому ищу место, где бы мои умения оценили по достоинству И заплатить за них Так, я задолжал много денег Там понятно Должник Можно просто сказать Что я на родине Самая популярная личность Здесь Здесь же меня никто не знает Вот это мне подходит Что ж Все мы совершали проступки О которых предпочитаем не вспоминать Боги знают, что я натворила Надеюсь, они нас не выследят Ха Понятно То есть тоже непростая девушка Калиска делает глубокий вдох Я давно уже так живу Но мне нравится Предложение лорда Редрика Заставляет задуматься Я отдаю ему должное Ты хочешь здесь обосноваться? Я не знаю, о чем она говорит вообще В принципе Я как-то об этом не задумался Вреда от этого не будет Но сначала Присмотрись Мало ли Так значит, у тебя был какой-то план Иначе С чего бы тебе идти Этой дорогой? Надеюсь, встретить свою вторую половину Надеюсь На то, что и раньше На самом деле Я ищу приключений Я ищу проблем На свою На свою голову На свою жопу Правильно надо писать Дорогие друзья Собственно, я ищу новых друзей Я просто ищу приключений Тогда тебе стоит Примкнуть к какой-нибудь экспедиции Некоторые из поселений Покрупнее Посылают отряды На исследование территорий Если ты, конечно, не из трусов Конечно же нет Ладно, пошли Знаешь Я бы на твоем месте Не надеялась Что Спарфилл принесет воду В ближайшее время Он парень Сам себе Но Сам себе на уме Нужно найти Его И вправить мозги Ручей Вон в той стороне Пошли Нам же нужна вода Да, конечно Пошли Так Вон в той стороне Это ты куда мне показал Сюда что Надеюсь Я слышу воду Ага Вот и ручей Хорошо Так Где же этот Спарфилл-то Ой Оленик бегает Опа На труп Тело холодное Понятно Давайте Звлутаем Так А что тут с инвентарем Ага Понятненько Собственно У нас Надето Распех получше Какие-то Приколы Это судя по всему За то что я Какую-то непростую версию Скачал Ничего из этого Я использовать не буду Но плащ вроде Никаких бонусов Не дает Да нет Что Я ничего не буду использовать Все Так Тут больше ничего нет Так Значит придется Переходить мост Я думал Не придется Так Вы спускаетесь к реке Погружаете бурдюк В прохладную воду Пока Калиска стоит на страже Поднявшись Вы видите Что она Вглядывается В лесную Опушку Из-за деревьев Выходит Спарфел Один из проводников Его силуэт Едва Различим В тусклом Свете луны Лука При нем нет Он тяжело дышит И двигается Как-то странно Пошатываясь Калиска Сводит брови Спарфел Ты в порядке? Спарфел Спотыкается О камень И тяжело падает Вперед Между его лопаток Словно вражеский Флаг Дрожит Оперенная Древка стрелы Понятно На нас напали Дело дрянь Ребята Дело дрянь Засада Так Ну что же Давай-ка Ты идешь Разбираться С ним А ты Опрокидываешь Ой, пардон А ты Опрокидываешь Пацана И собственно Задел Ребята Ах ты Мразота Че не получилось У тебя его Опрокинуть Что ли Давай еще раз О, вот так вот Хорошо Так, давайте лутать Денежки Лук Выпал Так, тут мы ничего Залетать не можем Я так понял Да А, вот лагерь Ну тут ничего нет Так, ладно А, не Возьми Что тут На костер Можно посмотреть Следы вокруг костра И два различима Наверное Прошло несколько дней А то и больше Понятно Так, ну нам надо Ввалить отсюда Че, надо Предупредить людей В лагере А я уже слышу Звуки борьбы Херово Наше дело Блин, лучник Так Давайте Немножко промотаем Там один лучник Да Ну значит Че, какие вопросы Пошли и втащили Давай еще раз Хорошо Так Взять все Давайте посмотрим Может это че есть Поинтереснее Халиска У тебя такой же Испех Как у меня Лук 12-18 Нормальный лук Вторичное оружие Возьмем Тоже неплохо Я думаю Пригодится Да Да и тебе Халиска Тоже Броня у тебя Нормальная Так Ну как-то так Так Пошлите-ка Опа Главарь Главарь Танцев Вокруг Вас На залитой кровью земле Лежат Растерзанные Трупы Путешественников Утыканные стрелами Ножами Их лица Перекошены Глаза Широко Раскрыты Ужасная картина На самом деле Калиска Закрывает рот Толыной А тыльной Тыльной Простите Тыльной стороной Ладони Пытаясь Огородиться От страха Как будто Это ядовитые Пары Несколько Темных фигур Стоят над Трупами Или хотят Прям А Или ходят Прямо По головам И спинам Выдерживают Топоры Из тел Как из Недоколотых Брёвен И окружают Вас Готовясь Пополнить Вашим Трупом Беспорядочную Кучу Тел Один из Воинов Высокий С густыми С густой Бородой Завязанными Завязанными Узными Узлами Что со мной Держит Влажный Клинок У горла Мужчины В котором Вы узнаете Хиодана А Наш торговец Блин Последнего Оставшегося В живых Из всего Каравана Да Хиодану Повезло Знания То есть Положите оружие Нарушитель Не стоит Жертвовать его Жизнью Ради битвы В которой Тебе не победить Это ты мне Сказал Да Почему Вы это Сделали Мы не Оскверняли Руин Дипломатичный Вы ничего Не нарушили Честный Опять же Дипломатичный Не знаю Эмоциональный Убийца Вы за это Ответите Вы же Все равно Нас убьете Зачем Облегчать Вам задачу Рациональный Давайте Будем Рациональными Мужчина Слегка Покачивает Головой Оценив Вероятно Вашу Проницательность Многие Может Многое Может Произойти Но в одном Ты можешь Быть Уверен Если Ты Не сложишь Своё Оружие Я Выпущу Кишки Повторяю Сложи Оружие Понятно Так Я думаю Стоит Проявить Силу Что Блять Только Клупец Нападает На слабейшего Противника Пока Сильный Еще Жив Мужчина Обдумывает Эти слова Оглядывая Вас С ног До головы Пока Он Толкает Хиодана На вас И сразу Протыкает Его Мечом Хиодан Вскрикивает И Спотыкается На его груди Растекается Красное Пятно Мужчина Делает Шаг Вам Навстречу И высоко Поднимает Топор Бой Начинается Судя по всему Так Калиска Это твой Оу У тебя Даже Есть какая-то Атака Так Калиска Атака Атака Запинать Мудака Но это Было Не сложно Ваш Противник Решит Навзнить На земле Не способны Подняться Его товарищи Замерли Словно Мертвецы Вокруг Дыхание Мужчины Становится Прерывистым Судорожным Он Он Смотрит Не на вас А на небо Над своей головой Прости нас В воздухе Слышен Шепот Ветра Почти Неразличимый Из-за Хрипа Умирающего Глаза Мужчины Закрываются Хорошо Хорошо Боги Справедливы Странная Улыбка Появляется На его лице Я готов Ветер Начинает Усиливаться Он Носится По лагерю Беспокойным И волнующим Переворачивает Горшки Теребит Палатки Словно Злой дух Вы чувствуете Как Он Проникает Под кожу Прорывается Внутрь Словно Гигантская Волна Через Дамбу Пронзает Вас Насквозь И разрывает На части Изнутри Страшное Описание Ветра Начальник Кричи Адема Сидит В центре Воюющей Круговерти Прислонившись К лесу Повозки Его тело Разорвано От груди До живота Японо Мать Едва Пошевелившись Он с трудом Поднимает Голову Полузакрытые глаза Смотрят Прямо На вас Внутрь Бегом Воу Что за дерьмо Это я так понял Бивак Начался Странное Странное Что тут творится Ветер почти сбивает Вас с ног И каждый шаг Дается вам с трудом Наконец Вы чувствуете Под ладонями Шершавую поверхность Скал И начинаете Карабкаться Вверх Ваши руки Подводят вас Но вы успеваете Забраться На выступ До того Как Последние силы Покинут вас Ядан Где-то Сзади Сначала Он Замешкался А теперь Рана не дает Ему идти Быстрее Он уже почти У самых скал Но тут Один из лежащих На земле Нападающих Притворившийся Мертвым Бразается на него И кидает На каменную почву Застенутый Врасплох Ядан Сперва Ничего не может Понять А потом Пытается Высвободиться Из рук Противника Он Совсем Близко От вас Несмотря На это Что Ветер Дует Если Вы бросите Своё оружие В нападающего Вы Вполне Можете Попасть А у меня Есть Ловкости Пятнадцать О Я бросил Камень И попал Вы попадаете Точно В цель И Хеодан Удается Освободиться Встав На ноги Он пытается Вскарабкаться На скалы Но тогда Он Но когда Он уже Подсчит Из тех вершины Порыв ветра Отбрасывает Его И Одна из рук Срывается Но вам Удается Поймать Ее Распластавшись На камне Вы Тяжел Какой же Сложный Не привык Я просто Столько читать Тем более На русском Это же Не мой родной язык Вы тянете Его вверх Изо всех сил И кажется Что ваши руки Сейчас Оторвутся Силы Покидают Вас Как раз В тот момент Когда Хеодан Забрасывает Ногу На дрожайший Карниз Вы Ощущаете В пушующем Ветре Какую-то Вибрацию Она Эхом Отдается В камнях На которых Вы стоите В вашем Вашей Собственной Груди Вам Кажется Что Она Вотрясает Ваши Внутренности Каждый Новый Порыв Сотрясает Старые Камни И грозит Обвалом Вы бросаетесь В проход И слышите Как позади Вас Обрушивается Огромная Арка Я только что вспомнил Сколько времени Я уже По-хорошему Не читал книг Что это было? Хеодан с трудом Выговорил слова Биуак Что же еще? А тогда нам повезло Что мы остались живы Только нами повезло Нам нельзя здесь оставаться Чтобы Что-нибудь Снова Может обрушиться В любом случае Тем путем Мы не выберемся Давай попробуем Пробраться Внутрь Он бросает взгляд На Красную Полосу На животе Хеодана Ты можешь идти Она Естественно В зубы Хеодан Кивает Так Куда наметит Собственно Сюда Нет Не сюда Куда наметит А это Тарка Собственно Что завалилось Так С каждым вздохом Грудь Хеодана Высоко поднимается И затем Опадает Наверное Мы отошли Достаточно далеко Что теперь делать Поищем Другой выход Буря же закончится Когда-то Пойдем Хеодан делает Шаг вперед Но его колени Подкашиваются Прежде чем вы успеваете Его подхватить Он валится на землю И ударяется головой Об древние камни Чтобы встать на ноги Ему приходится Опереться на стену Но даже когда он Выпрямляется Его шатает Как матроса Впервые спустившегося На землю После После долгого Морского путешествия Может Мы немного Передохнем Он кивает Он кивает На свою рану Я потерял Много крови Он оглядывается Кажется вон там Слева Спокойное местечко Мне не хочется Этого говорить Но мы Не можем Здесь оставаться Глав Вот эти вот хери Видели Здесь кого-то Мародеры Обычно Хорошо вооружены Ааа Понятно Вот поэтому Они на нас напали Типа потому что Они кого-то видели И подумали Что это мы И могут напасть На нас Их тут наверное Много Все еще хотите Попасть Поспать Здесь часик Другой Пожалуйста Мне просто нужно Немного полежать А потом пойдем Так быстро Как сможем Так Давайте будем Рациональными Потому что Великодушие Это Путь к смерти Калийска права Нам нужно Пошевеливаться Мы знаем Что нас ждет Хеодан Обескуражен Я Я сделаю все Что смогу Сделаешь Конечно же Хочешь жить И не такое Сделаешь Че тут есть Вообще Там что-то Есть Давайте посмотрим Забрыть Забрыть Это все Так 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 Да Пиксельхантинг Говорит что Это все Так Тут вроде Больше ничего Идем Тогда Направо Так Что здесь Воу Опасное место Кишащи Одно Воу Что это за место Так Че тут Рыбните Какари Во Что за Гаван А ну Давай Фас Рыбай Да я Сказал Фас Япония Май И устали Все А ну Приплыло Забираем Говно Что там Выпало Ммм Творучная Топор Давайте Посмотрим Топор Судя по всему Хорошим Так Слышишь Элдон Еще Без броня Это 6 Да Это 5 У меня Бронить Получше Нет Походу Угу У тебя Хорошая Броня Так Меч Мой 17-24 А где 17-24 17-24 Лишь написано А тут 15-22 15-22 Давай топор Топор Как-то Поинтереснее Что это Что это за Дрянь Из тени Давайте Посмотрим Эта Стена Испачкана Чем-то Напоминающим Жидкую Смолу Ее Неровная Поверхность Намекает На то Что под этой Черной слизью Что-то Есть Но Использовать Теперь Давай Почистим Ее Так Вы смываете Слизь И Вашим глазам Открывается Барельеф В виде Мужского Лица Солнечные Лучи Оставленные На нем Свой Отпечаток Они Делали Слизь Они Делали Вроде Тугих Кучерей На голове И Заточенных Ушей Говорят О небывалом Мастерстве Его Создателя Одна Из глазниц Пуста Во вторую Вставлен Самоцвет Судя по всему Где-то Можно было Где-то Можно найти Самоцвет Но Но нет Ага Ну ладно Возвращаемся Это Какая-то Загадка Судя по всему Но Давайте Пройдем Просто Дальше Че ты тут Лежишь Гем Гем Это Яркий Синий Камень Вырезанный Как Чтобы Напомнить Глаз А вот Он Вот Собственно И глаз Да Ну Пойдемте Вставим Давай 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 Это По идее Надо было Сначала Туда Пойти Потом Сюда Если Это Оно Конечно А я Надеюсь Что Это Оно Еще Дальше Сюда Так Вставить Самоцвет Вы Слышите Как Гул Мелкие Камушки Пытаются По всему Вложенному В полу Наконец Часть Тим Отодвигается О Ах Ты Мразь А ну Всыпать Ему Пизды Все Все Забираем Плащ Защиты Аметист Адра Ага Дальше Уже Нельзя Хорошо Хорошо То есть А это Просто Тайник Да Ну Тогда Давайте Двинули Сюда Аметист Адра Да Сейв Сейв Работает Хорошо Давайте Засейвимся И Пойдем Собственно Дальше Ты Чувак Ты Не в ту Сторону Пошел А вот Кто Тебя Убил Тоже Поинтереснее Давайте Сначала Сюда Стоп Вы Это Слышали Это Что За Нахуй Фас Фас Я Сказал Ага Понятно Стан У нас Калиска Сильно Долго От Стана Отходит Так Опизделилась Сволочь Этакая Что Это Такое Ухо Скульдра Скульдра И Мясо Скульдра Давайте Ка Этот Плащ Защиты Который Вот Этот Выпал Плащ Защиты Оденем На нашего Товарища Вот Замечательно И Кому Буду Выдать Кинжал 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 Держи Арбалет Хиадан Кинжал У тебя Сколько ДД 11 16 Так Возьми А Так Они все Одинаковые Они все Одинаковые Какой-то Бонус Еще Обсчитывается Походу Походу Так Вроде Все Нормально Да Так Кинжал Это что Так Щит Какой-то Ладно Потом Все Потом То есть Тебя убила Эта хрень Похожая на Фельдера Ой Ты что За существо Такое Поднять руки Не шевелиться Держи Мясо Вы бросаете Из рюкзака Кусок мяса Скальдера И бросаете Его на землю Запах Свежего Мяса Привлекает Внимание Он Переводит Взгляд На него И на вас И обратно Так Он приближается К неожиданному Подарку Потом вдруг Сует Своё Копьё Вам И набрасывается На мясо Горло Такого Кса Урипа Дерётся Когда он Глотает Огромные Куски Плоти Я могу Забрать Вот эту Вот херню Пока ты Там Жрёшь Продолжает Хорчить Давайте Пойдём Посмотрим Чё Здесь А Это Собственно Мы круг Сделали Тогда Всё понятно То есть Мы могли Отсюда Зайти И могли Оттуда Зайти Интересно Мы могли Его И убить Собственно Ну то есть Вариативность Вариативность Это мне Очень нравится Давайте Сейваться Крик сейвы Работают Хорошо Крик сейвы Работают Мы можем Топор Забрать Опа Стена По стене По стене По стене Продолжать Продолжать Через Продолжительное Время Вы Замечаете Первые Успехи Последний Удар И Несколько Камней Сдвигаются А затем Падают Открывая Щель Достаточно Сиропую Чтобы Через Нее Можно Было Пролезть Ну Пробил Так Пробей Так Что Тут Есть Опа Вот Херня Фас Стоп Стоп Опять Ебать Он его Убил С одного Угар А че он дерзкий такой Вставай Конченный А как ты А у тебя 17 Хюп Блин Ну он и лег Быстро Пипец Его короче Надо вообще В сторону Уводить Слыша Че тут еще Есть Так Давайте По карте Посмотрим А тут Как-то Темно Все Там Вот Что-то Есть Еще За этим Давайте Сюда Пойдем Не хочу Я пока Загадку Разгадывать Тем более Времени У меня Нет Паучок Паучок Так Давай Ты Короче Стаешь Куда-то Сюда А то Ну тебя На хер Ты Атакуешь А ты Атакуешь Так Теперь Ты Тоже Атакуешь Так Когда Все Сагрены Так Проще Так Лута Нет Ага Собственно Вот Мы Обошли Это Место Хорошо Пойдемте Дальше Во Там Паучок В Атаку Ага То есть За пару Угар Унесли Беняжку Так Тут Еще Что-то Есть На паутине Застряли Летучие Мыши Так Выбираемся Отсюда Так Старый Мужчина В мантии Четверо Стоят Перед Таинственным Механизмом Из Адры Покрытым Сетью Металлических Трубок Загадочный Загадочным Зловещим Похожим На Молчаливого Наблюдателя В центре Вы Видите Нечто Что Оказывается Человеческим Телом Бесцветным Как Камень Или как зола Прочие фигуры Сосредоточены Сосредоточены И его Разглядывают А вас Они видеть Не могут Лицо Одной Из фигур Полускрыто Длинным Длинными Прядями Ширных Седых Волос На концах Окремленных Черным И Густой Бородой Понять Что Они Выражают Невозможно Но Болем Шилям Конечно Вмешительно Выцвевшая Мантия Украшенная Вышивкой Из рун Не похожих На Что На что Виденное Вами Прежде А голова Увенч Странной Конструкцией Выступа По бокам Которые Напоминают Крылья Какой-то Нечестивой Злой Твари Его Слова Обращены К Застывшему Телу Скрипляющая Клятвы Будь Свидетельницей И Не Позволь Этому Человеку Отступить От своего Слова Пусть Он Не Будет Верен Своей Клятве До Последнего Вздоха До Последней Капли Крови Укажи Путь Его Душе О Былая Королева И Надели Его Своей Благодатью Пусть Жизнь Посвященная Ключу Станет Его Исповедью Пусть Смерть Посвященная Ключу Принесет Ему Прощение Освободи Его От Невыносимой Тяжести Книги Мужчина Обводит Взглядом С 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 Ваш Брат Исполнил Свой Долг И Вы Сами Видели Насколько Ценным Оказался Его Вклад В Общее Дело Я Не Потерплю Больше Колебаний Он Во Очереди Смотрит Всем Прямо В Глаза Перед Лицом Былой Королевы Клянетесь Ли Исполнять Свою Клятву Предстанете Ли Вы Перед Ее Бесконечной И Безупречной Памятью Вместе Со Своим Братом Сделайте Ли Шах И Увидите Великую Ценность Вашей Жизни Так Эта Херня Вызвала Бива Получается Механизм Затихает И Воздух Успокаивается Потом Он Внезапно Выбрасывает Мощнейший Импульс Вы Видите Свет Заполняющий Все Пространство Вокруг И Падаете На землю Голова Запрокидывается И боль Вползает В затылок Темным потоком Смывая Все мысли И чувства Бессознательную Пустоту Вы Открываете Глаза И Оказываетесь В ином Месте Ином Времени Вы Стоете В огромном Круглом Зале Стены Которого Облицованы Адрой И Украшены Медной Чеканкой Стиль Древний Но зал Не тронут Временем В дальнем Конце Зала Вращается Огромный Стол Из Адры Торчащий Из пола Как Зазубренное Копье Мерцающая Поверхность Стола Вселяет Мысли О бесконечных Глубинах Таящихся За ней Вокруг Столба Располагается Устройство Похожее На то Что вы Только что Видели Но еще Больше Сложнее Запутаннее Творение Рук Безумного Гения Ваши Ваши Мысли Ваши И В то же Время Не ваши Кажется Что они Возникли Прежде чем Появились В вашей голове И Это Оно Лишь Вопросы Древние Не Давящее Тревожные Вопросы На которые Нужно Найти Ответы Или Или Вы Замечаете У Основания Столба Мужчину Вкус